Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Анапа – город талантливых детей. Маленькие звездочки зажигаются на южном небосклоне. Главное событие лета – открытие курортного сезона, чем заполнена церемония. Готовность номер один. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. С 1 июня в Анапе началось комплектование детских садов на предстоящий учебный год. В нашу редакцию приходит много вопросов от жителей города, которые подавали заявление в МФЦ на постановку в электронную очередь по зачислению в дошкольные учреждения. И хотят узнать результат – отправится ли их чадо с сентября в детский сад. Ответы на вопросы наших зрителей нам дала ведущая специалист отдела дошкольного образования городской администрации Светлана Гуреева. Ежегодно с 1 июня по 1 сентября начинается массовое комплектование дошкольных образовательных учреждений муниципального образования в городе Курорт Анапа. В эти сроки обязательно происходит выгрузка из автоматизированной системы Е-услуги образования, но в простонародье это электронная очередь. И эти списки утверждаются муниципальной комиссией по комплектованию, проверяется очередность деток, и утвержденные списки вывешиваются на сайте управления образования. Каждый родитель может зайти на сайт управления образования, ознакомиться со списками, и в соответствии с этими списками прийти в МФЦ, написать заявление на получение путевки в то дошкольное учреждение, в которое он попал. Параллельно проходит обзвон родителей, дополнительное информирование. Мало ли кто-то не мог выйти на сайт, посмотреть списки, ознакомиться. В телефонном режиме их оповещают о том, что их очередь подошла. Они приходят, пишут заявление на выдачу путевки в течение 10 дней МФЦ выдает путевку им. С этой путевкой родители обращаются в дошкольное учреждение, идут проходить медицинскую комиссию и зачисляются в дошкольное учреждение. Информацию родители могут получить на сайте образования uo.anapa.kubane.ru. Нажав на зеленую кнопку «Результат комплектования», первичные списки уже выложены на сайте, но они будут дополняться новыми сведениями вплоть до 1 сентября. Многие родители становились в очередь и указывали приоритетные учреждения в количестве трех учреждений дошкольных. В этом году комплектование автоматическое. Руководители учреждений заводят квоту в электронную базу и автоматически база распределяет в те дошкольные учреждения, которые указывал родители. Ну, по пути наименьшего сопротивления, там, где ребеночек действительно проходит в очереди, где у него очередь подошла, туда распределяется. Становится вопрос, если родители не хотят получить путевку туда, куда попали по распределению. Родителям нужно обязательно обратиться в МФЦ и написать заявление либо на получение этой путевки, либо на отказ от нее. Если не хотят получать эту путевку, они могут отказаться, но тогда дети переходят на комплектование следующего года. Телефон горячей линии по вопросу комплектования дошкольных образовательных организаций Анапы 4-67-0-0. И продолжая говорить о юных жителях нашего города, Трианапчанки, одни из тех, кем может гордиться курорт, вошли в число лауреатов премии национального проекта образования. Участница ансамбля «Соловейка» Луиза Вартерисян несколько лет назад стала победительницей дельфийских игр на лауреат премии главы Анапы для одаренных детей. Виолетта Василенко – воспитанница детской школы искусств номер один. В копилке Виолетта – награды с городских и краевых фестивалей. В 2015 году юная пианистка получила премию главы города. А Екатерина Зорина мечтала с 9 лет пойти в художественную школу и посещает ее даже после окончания. О своем творчестве Екатерина рассказала нашей телерадиокомпании. Пара минут на набросок карандашом и еще немного, чтобы уже было понятно, что на картине будут розы. Скорость достигается мастерством. Большая часть рисунка создается одним слоем акварели. Екатерина рисует с раннего детства. Как рассказывает она сама, не могла дождаться 9 лет, чтобы пойти в художественную школу. И сама пришла поступать в подготовительную группу. Сегодня она одна из лучших юных художников Краснодарского края. На мольберте диплом за первое место. Я надеюсь, он продвинет меня дальше. Я хочу поступать в архитектурный университет. И как бонус это будет мне дальнейшим. По словам педагогов, девушка очень хорошо чувствует свет. Это очень важно. Передать на терморте сочность и фактуру того же арбуза – не самая простая задача. С Маиной Литвиненко Екатерина начала заниматься на четвертом году обучения. Юная художница и преподаватель нашли общий язык. Я, во-первых, получила повышение уровня своего. Я начала лучше немного рисовать и все благодаря своей учительнице. Она слушает и очень быстро все фильтрует через себя и выдает через хорошую работу. Поэтому за этот год, конечно, я считаю, что за год и вот так вот, как она скаканула, то есть как у нас был городской конкурс, она заняла второе место. Потом у нас был зональный конкурс, там было второе место. И вот краевой, краевой первое место, это, конечно, для меня было таким очень радостным событием. Я думаю, ну натюрморт нарисую, а мне попался по жребию самый сложный, там очень много всего. Там было и стекло, и разная текстура, и все. Я сидела, рисовала, и потом мы приходим и такие смотрим, первое место. Этот натюрморт остался в конкурсной комиссии. Помимо этого в портфолио начинающей художницы два десятка ученических работ. Дома тоже есть картины. Практически все выполнены акварелью и гуашью, кроме дипломной. Масленицу Екатерина и написала маслом. Преподаватели говорят, что такое бывает очень редко. За масло ребята берутся только в училищах. Сама художница говорит, что просто хотела попробовать. Теперь уже будучи выпускницей, она посещает школу в вечернюю смену. Здесь же надеются, что занявшись архитектурой, она не перестанет писать картины. А талантливые дети, известные на всю страну. Участники шоу «Голос. Дети» посетят наш город на праздник открытия сезона. Их выступления жители и гости курорта смогут увидеть 11 июня. Детский голос в Анапе стартует на театральной площади в 10 утра. Как мы уже рассказывали, в течение этого дня всех ожидает множество сюрпризов, выступлений творческих коллективов, а вечером Анапа предстанет городом сказочных легенд. Именно так называется концертная программа, которой завершатся праздничные мероприятия. Одна из таких историй будет связана с замком, который был построен на высоком берегу генуэзскими купцами в эпоху Возрождения в XIII-XVI веках. Всех подробностей постановщики программы не разглашают, но говорят, что одна из задач... Красивые традиции. Мы знаем, что эти народы были всегда хлебосольными, гостеприимными. Вот эти традиции, уверяю вас, что каждый, кто будет присутствовать у нас на площади, он обязательно что-то вынесет и унесет с этой программы, потому что мы как раз вот у нас дары Кавказа будут, у нас будут дары Кубани, у нас будут дары России, дары Анапы. Мы вот максимально попробуем, вот помимо зрительного восприятия еще, и вот подарить сувениры и все-все-все вот эти вот у нас. Мы не будем разглашать пока вот что. Приходите к нам на программу вечернюю. Подготовка к церемонии открытия курортного сезона идет не только в стенах учреждений культуры Анапы. Коммунальные предприятия перешли на усиленный режим работы. Сегодня заместитель главы курорта Анжелика Базунова проинспектировала набережную. Сезон в Анапе уже открыт отдыхающими. Работы для коммунальных служб очень много. Город должен быть чистым. Набережная в первую очередь. Проблем добавляют гастролеры-сезонщики. Кустарным способом устанавливают ларьки из провианта до первого несчастного случая. Самовольно подключают к уличному освещению. Вот наше уличное освещение. Самовольно подключаются. Протягивают сюда кабельные воздушные линии. Устанавливают. Посмотрите в каком состоянии это все. Николай Александрович, вот это немедленно все убирайте. Если сейчас они не покажут нам технические условия на подключение данной точки, мы это все уберем. Обход набережной заместитель главы совершает вместе с руководителями городских служб. Поручение выкосить газоны, добавить цветочное оформление, подкрасить лавочки. Мелочи, которые сегодня не должны портить общее впечатление от ухоженной Анапы. Роман Викторович, нужно убрать забор, который старый. Срежьте его, пожалуйста, чтобы был. Полноценный, да? Да, выход людям на набережную. Незаконным торговым объектом демонтаж. С каждым днем их все больше. И церемониться с организаторами стихийной торговли никто не будет. Протоколы выписывают ежедневно. Значит, посмотрите, откуда это подключено. Проревизируйте это все. Технические условия посмотрите. Если технических условий нет, отключайте. С собственниками и арендаторами объектов в Малой бухте достигнута договоренность о ремонте плитки, которая проваливается из-за движения техники по спуску. Осталось соблюсти формальности. По вопросу вот этого провала, который у нас намечается. Значит, письма подготовить к Малую бухту тем предприятиям, которые там эксплуатируют пляжи. Малая бухта, высокий берег, яхт-клуб. Письма с просьбой просмотреть возможность. Восстановление этих конструкций. Управлению капстроительства подготовить смету. Пригласить на совещание всех представителей этих организаций. Нужно определяться, каким образом мы будем это ремонтировать. Праведливое возмущение горожан вызывает хамское поведение собственника кафе-капитан. Расширил набережную, выстелив плитку на крыше кафе и моментально заставил все пространство аттракционами. Почему надзорные органы до сих пор не заинтересовались такой предприимчивостью? Городские службы отработают в рамках своих полномочий. Проверить, есть ли технические условия на подключение всех этих аттракционов. Проверить. Мало того, проверить изоляцию, как оно все смонтировано. Самонадеянность отдельных коммерсантов поражает. Вот этой веревкой привязана вытяжка. Смотрите туда. Смотрите. А какой безопасности? Посмотрите. Может идти речь вообще. А если кто-то подойдет и резанет? Или развяжет просто. Это что вообще? Смотри, Венчик. Выйти сюда, к ним. Пускай показывают проекты, на каком основании они вообще таким образом прикрепили. Собрать комиссию, выйти на место с проверкой. Поручение заместителя главы. И к другим новостям. Порядок выплаты субсидий на капремонт для граждан старше 70 лет определили накануне. Глава Кубани Вениамин Кондратьев подписал соответствующее распоряжение. Согласно документу, социальная поддержка по оплате взносов на капремонт в многоквартирных домах будет оказана неработающим собственникам в возрасте от 70 до 80 лет, одиноко проживающим или проживающим в составе семьи, состоящей из нетрудоустроенных пенсионеров, в размере не более 50% от суммы взноса. И в размере не более 100% от суммы взноса, если лица, относящиеся к вышеуказанным категориям граждан, достигли 80 лет. Компенсация рассчитывается, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц. Финальные игры третьего этапа всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» Кубок Кока-Кола состоятся в Анапе 9 июня на стадионе «Спартак». По итогам состязания лучшие юные футболисты Южного региона отправятся на всероссийский финал турнира. Главным призом для победителей станет поездка на матч сборной России и поездка в международный футбольный лагерь Кока-Кола. Жители и гости города могут поддержать юных футболистов, а также принять участие в развлекательной программе со спортивными конкурсами, викторинами и розыгрышем призов. Все желающие приглашаются 9 июня с 8 до 12 часов на стадион «Спартак». Генеральный партнер программы «Новости» производство на предприятии «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова